Аудиокниги Рита Навьер. Белый танец. Восемь утра. Начало девятого. За окнами темень непроглядная, так что ярко освещенный класс отражается в них почти как в зеркале. Все три ряда, по шесть парт, желтые шары плафонов, даже портреты Пушкина и Толстого на противоположной стене можно разглядеть. Ну и, конечно, народ. Кто-то сидит прямо, будто кол проглотил, кто-то, наоборот, развалился, чуть ли не лег ничком. Себя тоже узрел. Мельком. Пока шел к доске. Высоченный. На две головы выше раечки. Раиса Ивановна, нашей классной. Не знал, как нелепо мы смотримся рядом со стороны. Хорошо, что она не стала маячить. Села за свой учительский стол. А то бы я точно расхохотался. От нервов, конечно. После того, что случилось позавчера, мне теперь долго не до веселья будет. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон». Осипшим голосом начинаю перечислять новости, которые успел запомнить, пока листал за завтраком правду. Понедельник. Чёртовы понедельники. Каждый понедельник обязательная политинформация. Тоска. Аж зубы сводит. Ещё и горло саднит. Похоже, опять заболеваю. И мутит вдобавок. Будто температура под сорок. Но стойко продолжаю. Войцех Ярузельский избран первым секретарём Польской объединённой рабочей партии. Раечка развернулась на стуле ко мне лицом. Слушает и кивает в такт каждому слову с приторной улыбкой. Стараюсь на неё не смотреть, потому что тогда мутит совсем нестерпимо. Смотрю в одну точку в районе последней парты второго ряда и радуюсь, что она пустует. Хорошо бы она так и оставалась пустой. Хотя бы сегодня. Рональд Рейган предложил вывести ракеты «Першинг» из стран Европы в обмен на вывод советских ракет. Дверь за спиной тихо скрипнула. И внутри тут же всё сжалось. Слова застряли в глотке. Даже не оборачиваясь, знаю, что это она. Ракитина. Чувствую, как на загривке встали дыбом волоски. Чувствую спиной её взгляд, от которого между лопаток становится одновременно обжигающе горячо и холодно, как будто за шиворот кинули не то уголёк, не то льдинку. Непроизвольно выпрямляюсь. Мышцы каменеют. Но не поворачиваюсь. Не хочу. Не могу смотреть в её глаза. «Можно?» Слышу сзади её голос. Ловлю себя на мысли, что невольно захотелось поёжиться. Но я лишь вздёргиваю подбородок выше и хмурюсь. Обвожу глаз взглядом. Серьёзным. Комсорговским. Все внимательно смотрят на меня. До Ракитиной никому и дела нет. «Мне тоже до неё нет дела», — говорю себе твёрдо. Голос её звучит, как всегда, с вызовом. Дура. Вечно ведёт себя, как полная дура. Выпендривается за каким-то чёртом, напрашивается на неприятности, противопоставляет себя коллективу. Было бы только что противопоставлять, кроме гонора. Её бы к отцу моему на перевоспитание. Тот быстро втолковал бы ей, что к чему. Довольная улыбка сползает с круглого Райчкиного лица. «Ракитина, почему опять опаздываешь?» Ответа от неё ждать, понятно, не приходится. «Быстро на место», — раздражённо бросает Раечка, и уже с улыбкой мне. «Продолжай, Володя». Слышу, как сзади приближается Ракитина, и ещё почему-то слышу, как гулко колотится собственное сердце. «Мне на неё плевать», — повторяю себе мысленно. Она проходит мимо, обдаёт ветерком с запахом утреннего мороза. Меня же, наоборот, кидает в жар. Так и чувствую, как заполыхали уши. Тупо пялюсь ей в спину. Коричневое форменное платье, чёрные лямки и пояс фартука, белые манжеты и воротничок. Тёмные прямые волосы чуть выше плеч, а на плече болтается синяя сумка с надписью «Спорт». Надпись сейчас не вижу, но знаю, что есть. Ракитина садится за последнюю парту второго ряда, и я поспешно отвожу глаза. «Слушаем тебя, Володя», — напоминает Раечка. А у меня в голове каша, вязкая и тягучая, аж виски распирает. Селюсь вспомнить, что я там рассказывал. Кажется, что-то про Рейгана, про ракеты. Да, точно. Но какие ракеты? Ладно, чёрт с ними. Что ж ещё там было? А на ум лезет лишь то, что было позавчера. Молчу, тщетно отгоняя непрошенные мысли и стыд. И пульс в ушах выбивает оглушительную барабанную дробь, прямо как на выносе флага. Ненавижу Ракитину. А ведь не должен. Ненависть — неправильное чувство, разрушительное. А комсомолец, тем более комсорг, должен строить и созидать, а не разрушать. Должен быть гуманным. Даже к таким вот. Бросаю на Раечку беспомощный взгляд. Но тут же, о, счастье, спохватываюсь и нарочито бодро продолжаю. В Мавритании отменили рабство. На последнюю парту второго ряда больше не смотрю. Смотрю на девчонок с первой. А те на меня взирают с нескрываемым восторгом. Дуры. Будто я не политинформацию веду, а сонеты Шекспира им вдохновенно читаю. Под занавес, чтобы Ракитина не думала, что я уязвлен и раздавлен, выдавливаю из себя свою фирменную улыбочку, от которой градус восторга у наших дур резко подскакивает, и возвращаюсь на место. Раечка в спину мне тоже щебечет что-то хвалебно-умильное. Брр. Один лишь раз позволяю себе украдкой и быстро взглянуть на Ракитину, но вижу только ее темную макушку. Склонилась над тетрадкой, что-то там пишет. Гадости поди строчит. Про меня, про Раечку, про весь наш класс. Это в ее духе. Сижу, делаю вид, что слушаю Раечку, с виду спокоен точно Каа, а внутри аж потряхивает всего. И мысль одна колотится. Как с ней, с Ракитиной теперь общаться после того, что случилось? И понимаю, что никак. Не получится у меня. Никакая сила в мире не заставит меня к ней подойти, заговорить, даже просто посмотреть в глаза. Я лучше уйду из комсоргов, возьму самоотвод. Пусть отец меня хоть режет потом. Плевать. Лишь бы никак с Ракитиной не контачить. Решено. Немного успокаиваюсь я. Отныне ее просто не замечаю. Двумя месяцами раньше. Первые числа сентября. Уж не знаю, в чем там провинился отец, но пострадали мы. Всем семейством попали под раздачу. Еще в августе жили себе безмятежно, планы строили, а теперь вдруг этот перевод. Но не в Москву, как еще недавно рассчитывал отец, а в какое-то захолустье. Краем уха я слышал, что он повздорил с обкомовской шишкой, а тот якобы только и ждал повода. Давно хотел своего родственника пристроить, ну или кого там еще. И тут папа со своими непоколебимыми принципами исполнил арию грозного разоблачителя. Это он матери рассказывал. Правда, я сильно сомневаюсь, что так оно все и было. Принципов, тем более непоколебимых, у батей отродясь не было. Откуда бы им теперь взяться? Да и грозным отец бывает только дома, демонстрирует нам, мне в особенности, крепкий мужской характер, чтоб не забывали, чей хлеб едим. Ну а с шишками и вообще всякими полезными людьми он самоучтивость. И этого обкомовского разве что не облизывал, когда тот приходил к нам в гости в прошлом году. Поил, кормил, расшаркивался. Меня ему показывал, как выставочный экспонат. Мол, вот мой сын, отличник, на золотую медаль идет, активист, комсорг, спортсмен, везде первый, везде лучший, ну и так далее. Оба, пьяные в доску, трепали меня за плечи, за вихры, хлопали по спине, сто раз спрашивали одно и то же. Сами наливались коньяком, толкая даже не тосты, а лозунги. А я чувствовал себя идиотом. Хотел уйти, отец не позволял. Стоило приподняться, тут же хрипло рявкал. Сядь! Правда, потом, чуть позже сам же и прогнал. Когда наутро я буркнул отцу, что нечего меня вот так позорить, нарвался на отповедь, суть которой, если отбросить пафос, в том, что перед правильными лицами и прогнуться не грех, а очень даже польза. Для будущего, для светлого, партийного будущего, где будет свой кабинет, личный водитель и прочие дефицитные прелести. По поводу этого будущего отец мне с детства мозг выкручивает. Учись, добивайся, участвуй, побеждай, будь для всех примером. И я, сколько себя помню, как заводной. Достало. Как же хочется порой послать всю к чертям. Но, будем честны, к хорошему привыкаешь быстро. И вкалывать у станка за жалкие полторы сотни я как-то совсем не готов. Поэтому учусь, добиваюсь, участвую и далее по списку. Интересно, что он будет петь про будущее в том улусе, куда нас, по его милости, сослали? Нет, официально вроде как повысили. Был вторым секретарем горкома, станет первым. Только вторым он был тут, в миллионнике, а первым будет там, в чертовой глуши. Перед нами отец хотя бы не ломает комедию. Только обречённо разводит руками. Мол, ничего не попишешь. Судьба такая несправедливая. И теперь чей-то родственник сидит в тёпленьком отцовском кресле или вальяжно разгуливает по широким коридорам новосибирского горкома. А мы всей семьёй пакуем чемоданы. Ну, почему, если уж на то пошло, всё это не случилось через год? Я бы хоть нормальную школу успела кончить, поступил бы в институт. Однако, как бы меня не воротило при мысли о скором переезде, я всё же понимал, что от отца тут мало что зависело. А точнее, вообще ничего. Зато Надя, вернувшись из Артека, устроила дома концерт по полной программе. Пустила в ход всё, что можно. И слёзы, и крики, и шантаж. Никуда не поеду, лучше умру, вот увидите. Отец всегда питал к Наде слабость, прощал ей всё, потакал любым капризом. Меня бы, например, за такой ультиматум, он, не раздумывая, взгрел от души, а её утешал, уговаривал, сулил какие-то подарки. Только Надька всё равно выла белугой. Как вы не понимаете, мне нельзя уезжать! Нельзя уезжать жил в соседнем дворе и учился с ней на параллеле в девятом Б. То ли Павлик, то ли Петя. И для Нади жизнь без него вообще не жизнь. Дура. Надя носилась по квартире как одержимая, хлопала дверями, пинала упакованные коробки, не давала матери укладывать свои вещи, вырывала тряпьё из рук с дикими воплями «Не дам! Никуда не поеду!» Потом хватала отца за рукав и страстно молила «Папочка, миленький, ну сделай же что-нибудь!» Отец на её истерику лишь виновата вздыхал и беспомощно покряхтывал. Надя, осознав наконец, что на этот раз её «хочу» утратила волшебную силу, умчалась в свою комнату, повалилась на кровать и стошно воя на весь дом. Отец окончательно раскис, извлёк откуда-то непочатый коньяк и почал. Хлопнул рюмку, другую, пошёл гулять по квартире с тоской глядя на стены, прощался. Потом завалился к Наде в комнату, минут пять что-то бубнил, но она по-прежнему только ревела в ответ. Мама тоже всплакнула, потом её озарила. «Вань, может, Толстуновым позвоним? У них связи в Москве». Отец только отмахнулся и прошлёпал на кухню за очередной стопкой. «Нашла из-за кого помирать!» фыркнул я, глядя, как сестра уливается слезами над тетрадкой, которую тут же судорожно захлопнуло, стоило мне войти к ней в комнату. Как будто мне интересны её глупости. «П сегодня не пришёл в школу. Хочу умереть». Или «П на меня посмотрел». Не знаю, как я не умерла. И всё в таком духе. Это я искала миллиметровку на черчение. Ну и наткнулся. Заглянул, бегло пробежал глазами на обум несколько строк и дальше стал искать миллиметровку. «Да что ты понимаешь?» скинулась она. «Чурбан бесчувственный». «Да уж побольше некоторых понимаю. У тебя ещё сто таких «П» будет». Надя вдруг перестала подвывать, подняла красное зарёванное лицо и выкатила глаза. «Ты что читал мой дневник?» страшно прошипела она. «Пф, больно надо. Тоже мне книга для чтения». «Читал!» «Да просто заглянул случайно, нечего там читать». «Ах ты гад! Ненавижу тебя! Убью!» И в меня полетел пенал. К счастью, мимо. «Видишь?» реветь сразу перестала. «Сволочь! Я всё папе расскажу!» «Беги, рассказывай. тебя вообще-то мама зовёт, истеричка!» Бросил я и вышел, пока она не зарядила в меня чем-нибудь поувесистее. Неделя перед отъездом из Новосибирска напоминала предсмертную агонию. Девочки в классе чуть ли не рыдали, прощаясь, точно на войну провожали. «Не забывай, пиши, встретимся следующим летом». Учителя, особенно историк, наш класс тоже сокрушались, мол, последний класс, самый важный. Но кто ж спорит? Квартира изменилась до неузнаваемости. Голые окна, пустые шкафы, сиротливые лампочки вместо хрустальных люстр и кругом громадьё коробок, тюков, чемоданов. Родители суетились, нервничали, раздражались по каждому поводу. Надя истерила часами напролёт. И только в предпоследний день, когда отправили все вещи, навалилось вдруг какое-то обречённое безразличие. Провожал нас бывший водитель отца. Собственно, от нашего дома на Сибривкома, теперь уже тоже бывшего, до вокзала минут десять на такси. И ехали мы почти налегке. Взяли лишь пару чемоданов с самым необходимым, да сумку с провизией. Так что отцовский водитель скорее отдавал последние почести бывшему шефу. За двое суток в пути я чуть умом не тронулся, честное слово. И дело было даже не в липкой духоте, не в тошнотворных запахах, не в детском плаче из соседнего купе. Самым тягостным оказалось все сорок восемь часов находиться с родителями и сестрой рядом, бок о бок, слушать беспрерывное брюзжание отца и Надина нытье. Дома я хотя бы мог скрыться от них в своей комнате, а тут... Поэтому, когда поезд подкатил к местному вокзалу, двухэтажному коробу из серого камня с громоздким малопонятным барельефом на фасаде, я почувствовал себя почти счастливым. Нас встречали, причем на точно такой же черной Волге, на какой возили отца в Новосибирске. Ощущение счастья начало истихать, пока я оглядывал по дороге проплывающие за окном виды затрапезного городишки, и бесследно исчезло, когда мы заехали в наше новое жилище. Невозможный тесный подъезд, полутемный предбанник и почти сразу лестница, ну и никакого холла, никакой консьержки в помине. Квартира тоже не фонтан, во всяком случае с прежней не сравнится. Четыре комнаты, одна другой меньше, и самая маленькая досталась понятно мне, только коридоры и кухня просторные. Еще и в воздухе стоял едкий запах нитроэмали, а на паркете бросались в глаза плохо отмытые белые пятна. Видать, к нашему приезду наспех покрасили и побелили. В общем-то, плевать. Человек ко всему привыкнуть может. Главное, есть где ото всех уединиться и ладно. Отец тут же не приминул напомнить, как он в детстве ютился со своей матерью, бабкой, братьями и сестрами в коммуналке и ничего. Вот только у самого вид при этом был совсем унылый. Надя полночь ревела за стеной, мешала спать. К тому же от запаха краски голова разболелась. Ненавижу этот город. Хочу назад, домой, в Новосибирск. В Новосибирск. В Новосибирск. В Новосибирск.